МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том, что я хотел показать, это, скорее, не инструкция к выживанию или тому, что нужно делать в настоящее время. Это опыт, через который мы проходили в стремлении создать мобильные версии журнала, принта, мобильные версии своих интернет-ресурсов. Это, скорее, какой-то фактаж того, что мы действительно делали и с чем столкнулись. Итак, если рассмотреть предметную область, с которой мы имеем дело. Если у нас есть некий веб, условное деление, это могут быть контентные проекты, это могут быть сервисные стартапы, порталы, все что угодно. Для принта это, ну, очевидно, газеты там, где есть быстрый поток контента, ежедневка, журналы-еженедельники, которые принципиально по-другому подают контент, и это другой контент, и общее название «Глянец», куда можно отнести ежемесячники с какими-то более выверенными, более дорогими материалами. С какими проблемами мы сталкиваемся и какие решения мы для себя, в первую очередь, из этого всего вынесли. Проблема номер один, которая часто очень звучит, это «Принт умрет». Ну, «Принт не умирает». Уже много раз достаточно именитые эксперты предрекали ему гибель в скором времени, буквально завтра-завтра вот-вот. «Принт все равно жив» и, скорее всего, он будет жить. По крайней мере, для нас эта стратегия достаточно долговременная, назовем так, если 5-7 лет говорить, это долго. Можно на этом и успокоиться, но можно выпустить планшетную версию, успокоиться на ней. Мы не рассматривали, в принципе, мобильные телефоны как средство дистрибьюции контента именно принтовых версий. Это немножечко не тот формат. Другая проблема, которую часто решает владелец проекта, это все идут в мобильные решения, мне тоже необходимо там быть. Очень важно понять, зачем. Не просто быть, а для чего и какие вопросы, какие проблемы будут решены. То же самое относится, если нет никакого проекта в принципе, но есть желание что-то с этим сделать. Просто на примере, версия для iPad. То, с чем многие сталкиваются и зачастую попадают в информационный вакуум. Казалось бы, есть решения, есть большие консалтинговые дома, есть решения от Adobe, плагина киндизайна, которые позволяют создать что-то для iPad. Вы должны для себя ответить на один главный вопрос. Есть ли у вас лишних 30 тысяч долларов, просто на эксперимент, просто выбросить их в окно. Если есть, то никто не парится, просто запускает в работу. Что вам понадобится? Это в нашем понимании, опять же, может быть, кто-то сделает сам оптимальнее, привлечь консалтинг. Самый дешевый вариант обойдется примерно 500 долларов в месяц. Это люди, которые помогут оптимально построить воркфлоу и помогут избежать каких-то очевидных подводных камней. Для них очевидных. Для старта, для новичка они достаточно могут быть нетривиальными. Необходимо нанять штат, необходимо купить технику, необходимо приготовить какую-то базовую архитектуру, базовый дизайн. Подготовиться к процессу запуска так называемой мобильной версии. Этот запуск должен стартовать в тот момент, когда у вас готов материал номера. Есть воркфлоу печатного номера и необходимо практически параллельно запускать верстку и мобильной версии. Вкратце я попытался просто проиллюстрировать затраты, которые будет нести проект из расчета выпускать мобильную версию всего лишь навсего полгода. За полгода, по крайней мере, будет понятна судьба этой версии. Пойдет, не пойдет. Итог. Это очень скромные подсчеты. Для начала главный вопрос. Что такое мобильная версия? Очень часто мы, по крайней мере, наступали на грабли определений и выяснили для себя, что мы будем в дальнейшем различать мобильные версии, которые идут для телефонов, неважно какого разрешения. Главное, что диагональ – это плюс-минус 4 дюйма, там по полдюйма в разных сторонах. Но это то, что помещается в группу, и абсолютно неважно, какое там количество точек. Вся эргономика этого устройства ограничена определенным количеством дюймов. То, что воспринимают глаза. Какой бы там шрифт ни был, но 4 дюйма – это довольно маленький размер. Вот примеры реализации. Это не исчерпывающий ни в коем случае вариант. То, что делали для версии айфона, андроида и HTML-версию журнала Корреспондент. Сходу даже тяжело понять, в чем разница. Можно не тратить дополнительные ресурсы, сделать просто HTML-версию для мобильного телефона, но стоит учитывать специфику потребления. Например, айфоновские пользователи в большинстве своем предпочитают закачивать приложение, чем смотреть что-то из веба. Ну, вот почему-то так оно происходит. Планшетная версия. То, что свыше 7 дюймов, то, что уже немножечко разгружает глаза. Здесь, наверное, важно количество точек. И все-таки это не самоцель. Плохой пример. На этот пример мы потратили приблизительно 5 недель. Идея была, которая в самом начале иллюстрировалась. Все бегут в мобильный мир, мы хотим сделать для корреспондента планшетное приложение. Метили на планшеты, сделали в результате только для iPad. Оказался самый простой вариант. И главная наша ошибка в том, что подход был, точнее, две идеи было заложено в этом подходе. Адаптировать навигацию для пальцев. То есть предположить, что мы работаем не мышкой, а пальцами. Сделать удобную навигацию для пользователя. И адаптировать дизайн так, чтобы он хорошо вкладывался на 1024 точки. Вот для первого iPad. Вот, собственно, то, что мы и сделали. И вот эта версия потерпела провал. Примерно за месяц-полтора-два она набрала полторы тысячи пользователей. И больше она не росла. В то время, как старая PDA-версия, мы ее называли PDA, это мобильная версия для маленьких телефонов, продолжала расти и за тот же период показала рост в два раза больше. Сейчас что-то около 15 тысяч пользователей в день у старой доброй PDA-версии. И порядка полутора тысяч у вот этого решения. Здесь есть возможности рекламы. Раз баннер, два баннер, три баннер, какое-то брендирование. Но это такой небольшой фейл, правда дешевый. Мы потратили на него всего лишь пять недель. Получили хороший опыт. И результат вот этого опыта, вторая версия, она чем-то похожа на CNN, я знаю. Здесь принципиально другой способ подачи контента. Мы решили не пытаться изменить навигацию. Человек сам разберется, пользователь сам разберется с навигацией. Мы изменили способ подачи контента. Сделали на наш взгляд самое главное, то что будет отличать вебовую версию от планшетной. Много статистик есть разных. Говорится, что пользователи iPad 80% времени с iPad проводят где-нибудь в кровати. В тот момент, когда они отдыхают, когда они расслабляются. В тот момент, когда человек расслабляется, наверное, вряд ли он будет читать огромное количество серьезных текстов. Поэтому визуал. Еще из опыта выяснили, что все, что делается для планшетных версий, должно нести некий налет развлечения. Это кейфан. Если фана нет, то нужно сделать хотя бы какую-то подачу, которая подразумевает не совсем серьезное, не совсем традиционное представление того, что вы хотите дать. Кроме того, планшетные версии открывают массу возможностей, поток творчества для рекламы. Тут может быть и брендирование, и перекрываемые сплэшскрины для баннеров. В общем-то, все что угодно. Этот пример не относится ни к тому, ни к другому. Это скорее такая врезка небольшая. Ребята из Точки, тоже один из наших проектов холдинга, они сделали приложение для Samsung Smart TV. Появляются умные телевизоры с выходом в интернет, и кроме новых прошивок, которые позволяют проигрывать нелицензионные очередные АВ-шки, можно сделать что-то подобное. И прямо обычный пользователь с телевизора. По крайней мере, есть несколько концептов умных домов, и один из них говорит о том, что центром умного дома станет не компьютер, а телевизор. Поэтому что-то интересное в этом мы видим. В конце концов, нам надо будет для себя при создании версии перечислить, что же мы должны учесть, и какие есть подводные камни, наши ресурсы. Ресурсы, задачи. То, что уже я рассказал, какие задачи мы хотим решить в мобильной версии, кто, как. Это тоже очень важно будет ей пользоваться. Расходы. Немаловажная статья. Если делается, например, просто HTML пятая версия, это хорошо, но почему-то, как я упоминал, айфонщики предпочитают закачивать приложение, чем пользоваться просто HTML. Поддержка от AppStore. Если вы создаете просто приложение, это одна программа в AppStore. Если вы создаете журнал с возможностью подкачки номеров, здесь будет интересный подводный камень. Даже за бесплатный номер вы обязаны заплатить AppStore. Какие-то деньги. Там цена корректа с чем-то центов до, если не ошибаюсь, сорока. Ну, в среднем 30 центов за закачку бесплатного номера. Другими словами, нет смысла лезть в аудиторию, например, айпедов, если вы сразу не видите способа монетизации своего продукта. Из того, что мы анализировали, мы увидели один продукт с быстрой монетизацией. Это гастроном российский. Он сразу брендировался под рекламодателя. Там сразу был поток, денежный поток, скажем так, который поддерживал издание. Все остальные, ну, например, если посмотреть тот же за рулем, да, интересный контент. Там даже внесен какой-то фан, какие-то штучки. Ну, ничего особенного от принта его, ну, мало что, наверное, отделяет. Да, есть какие-то ролики, что-то там дополнительное. Но будет ли человек покупать этот номер, это большой вопрос. Как правило, пик интереса любое издание переживает в течение первого номера, а он-то как раз, как правило, бесплатен. Идет всплеск закачек, потом интерес начинает угасать. Наверное, поэтому ребята из Financial Times сделали HTML5-версию. Мы вот с нашей провальной идеей запустились, по-моему, недели на три раньше, чем увидели АПП и FT.com. Когда увидели FT, мы были поражены, как нужно правильно это делать, но оправдывали себя, что мы были чем-то пионеры и не видели никаких примеров перед своими глазами. Итак, мобильная версия. Контент. Вы можете создавать нативные приложения под все платформы, можете сегментировать, можете нет. Android iOS, это примерно миллион пользователей. Android чуть быстрее растет. Кроме этого, есть другие популярные платформы. HTML5-единная версия для всех. Вроде бы с этой стороны лучше, но есть и слабые, и сильные стороны. Для приложений сильная сторона, это слева-справа, можно сделать оригинальную подачу. В HTML5 все-таки немножко ограничена у нас возможность какой-то кастомизации. Нужно держать какой-то привычный интерфейс. Очень важно, что можно просматривать любой контент в офлайне. Есть помощь в дистрибьюции. Если вы продвинулись в App Store, то он выполняет за вас роль дистрибьютора. Естественно, больше рекламные возможности. Один из наших проектов, Gloss.ua, имея посещаемость на самом сайте, порядка нескольких десятков тысяч хостов. И количество закатчик iPhone-версии около 10 тысяч монетизировал iPhone-версию так, что сайту это даже не то чтобы не снилось, но это был разрыв по количеству пользователей и объему привлеченных денег. Там был раз в 10, наверное. Но вместе с тем слабые стороны. Вам надо поддерживать параллельную верстку. Вам нужны лицензии, дополнительная команда. В случае iOS-отчисления в App Store от этого никуда не деться. Иначе они не будут помогать в дистрибьюции, а проект могут вообще забанить. Под платформу вам нужно затратить намного больше времени на внедрение каждого из решений. И да, это отдельное приложение под разные ОС. HTML5 дает единую версию для всего. Достаточно проста сама по себе поддержка. Это можно представить как некую базу данных с фронт-эндом вывода. Легкая модификация. Доступность, правда, только в онлайне. Это уже пошли минусы. И сам по себе стандарт 5-го HTML мы на практике столкнулись. Он достаточно нестабилен. Что бы там ни говорили, но есть свои бока и на Android, и на iOS. Их надо учитывать. Но они относительно легко решаются, скажем так. Наверное, главный вопрос, зачем оно вам надо. С одной стороны, у нас есть более миллиона пользователей смартфонов. Это та аудитория, на которую решили цели тьмы. Мы не делаем приложений под версии, под старые Nokia с Symbian. Мы пока не рассматриваем Windows Phone 7, какие-то другие экзотические платформы, где достаточно маленькая аудитория. Мы пытаемся идти там, где аудитория все-таки шире. Есть с точки зрения рекламодателя, премиальная аудитория. Зачастую с айфонами бегают дети. У них на карточке может лежать 3 гривны на последнюю смс, но это айфон. Все равно эту аудиторию считают премиальной. Есть несколько независимых источников, которые предрекают в районе 2014-2015 года перелом мобильной версии против стационарных версий. Не совсем понятно, как в мире будет распределяться вот это использование. В Штатах, наверное, раньше, у нас, наверное, позже. Но очевидно, что рано или поздно доля мобильного интернета перебьет интернет стационарный. Но с другой стороны рекламный рынок поделен старыми монстрами и динозаврами, которые тоже пытаются что-то делать, тоже идут в мобильные версии. И составляют здесь, скажем так, оппозицию. Наше мнение внутри компании, что в мобильные версии нужно идти в любом случае. Может быть раньше, может быть позже. Но уже если вы создаете что-то специфическое для мобильных пользователей, вам нет смысла идти сразу в веб, вам есть смысл, наверное, сразу ориентироваться на пользователей мобильных, с геолокацией, с любыми фишками, которые там есть. Второе – это уверенность в быстрой монетизации. Возможно, это как следствие первого, возможно, нет. Например, Gloss UA – это был, пожалуй, первый продукт в Украине, который показал онлайновую афишу. Там нужно было открыть, если кто-то не пользовался, открыть само приложение. По GPS или треангуляции по сотам определялось ваше расположение, и посмотреть кафе, которое вас окружает. То есть такая юзер-центричная модель. Наверное, это был один из ключевых моментов, почему это хорошо привлекло рекламодателя. Уникальность идеи. Об этом, наверное, много говорено и на других треках нашей конференции вообще. Все же, если вы сразу не можете для себя выделить какие-то ключевые моменты, в чем будет отличие вашего продукта в мобильной версии. Год назад в корреспонденте мы, чуть меньше года назад, сделали эту ошибку, попытавшись выпустить, но без той ошибки мы бы не пришли к новой версии, какой-то более интересной. Точка окупаемости тоже очень важна. Я сталкивался иногда с оппонентами, которые предполагали окупаемость, например, плюс 5 лет. Но это немножко необозримое, на мой взгляд, будущее для интернета. Интернет настолько быстро меняется, что по опыту стратегию, ну не стратегию, скажем так, какое-то подобие стратегии более-менее спланировано. Есть смысл делать на полгода, а потом все-таки как в agile. Вот некий vision, мы движемся туда, взяли правильный вектор, правильный курс, но после будем корректироваться. Точка окупаемости обязательно нужна учитываться. Ну или это стоит для вас какие-то копейки, как нам обошлась в 5 недель разработки, версия АПП-корреспондент. Мы ничего не потеряли, приобрели опыт. Дань моди – это тоже важно. Если вы готовы потратить 30 тысяч долларов, респект. В принципе, все. Спасибо большое. Сейчас вам по третьему микрофончику отнесут. Новая версия корреспондента, где она? Ее еще нет. Я два слова буквально скажу, почему. Ее нет из-за нашей республики. Реструктуризация мы выделили сейчас. В УМХ группу деловых изданий, куда вошел корреспондент, фокус, новый Форбс, он тоже скоро будет. Из-за того, что немножко поменялись приоритеты, из-за того, что происходит притирка внутри команды, идет реорганизация, из-за этого те быстрые планы, которые были, они слегка сдвинулись. Готова она была еще в январе. Тарас Мищенко, ITCO, Павел. Такой вопрос. Вы сказали, что у вас нету мобильной версии приложения для платформы Windows Phone 7. Правильно? Есть идеи делать. Дело в том, что есть в Windows Marketplace версия корреспондент, ну, портал корреспондент.net и очень качественно сделано. То есть, я так понимаю, она сделана сторонним автором, разработчиком. Вы не поверите, Android точно так же. Как вы относитесь к таким вот подвижкам со стороны сторонних разработчиков? Вы планируете там выпускать свое приложение, например, и как-то говорить там, вот, уберите, пожалуйста, свою версию? До тех пор, пока наш бренд не используется для генерации денежного потока куда-то налево, мы, наоборот, таких разработчиков поддерживаем. Например, тот человек, который написал приложение под Android, мы его впоследствии на аутсорсе наняли для того, чтобы написать приложение «Я корреспондент». Был такой опыт сотрудничества, мы не возражаем, мы, наоборот, готовы оказать какую-то поддержку, если это интересные идеи, мы с радостью их принимаем на открытых. Можно, да? Михаил, как хорошо знаете ли вы своих пользователей, пользователей, будем так говорить, мобильной версии, с точки зрения, скажем, регионов и доходности? Регионы более-менее понимаем, как это распределено, с доходностью все в этой стране очень сложно. Если вы откроете отчеты GEMEUS и посмотрите, сколько людей зарабатывают до 3000 гривен и ходят с айфонами, вы очень удивитесь. Мы не ориентируемся на показатель доходности как таковой. Иногда человек может потратить, ну, на айфон последние деньги не тратятся, последние тратятся на чехол для айфона. Он может выбросить последние на вот эту вот покупку, и вот, как я упоминал, я в Макдональдсе сам наблюдал, двое солдат, солдатики обычные, вот парни по 18 лет. Один с айпедом, другой с айфоном, я со своей ноги. Такое тоже бывает. Что касается регионов, есть фактор X в лице Укртелекома, из-за которого вообще очень тяжело, это постоянная проблема рейтинга Бигмира, посчитать, где какой регион. У нас есть предположения. Я могу ими поделиться, наверное, в частном порядке, это не совсем правильно выносить, на большую презентацию, ну, как неофициальное какое-то мнение. Киев здесь выглядит, наверное, как интернет, вот, 3-4 года назад. Все-таки подавляющее большинство это Киев, просто из-за меньшей распространенности в таких вот дорогих железяк в других регионах. Добрый день, Павел и Евгений, компания Movil. У меня вопрос из двух частей. Первый, как от постоянного пользователя, корреспондентом, именно приложением. Второй, как от разработчика, новые виды монетизации. Первая часть вопроса. Хотелось бы иметь доступ к архивам корреспондента через приложение, и я готов как пользователь платить. И вторая часть вопроса. Не рассматривали ли этот вариант, вот, именно создание классной, структурной такой вот основы, базы, чтобы скачивая приложение, не только имел доступ к корреспонденту, как выходящему постоянному изданию, а именно, чтобы, может, было вернуться к материалам, поднять какие-то, ну, там, страницы интересные из прошлого. Платно. Уточнение маленькое. Архив, вы имеете в виду PDF-версию? Нет, именно вот разложенная по полочкам информация в виде базы данных. То есть, есть текущий номер, но я могу обратиться к архиву и почитать что-то. При этом заплатить я готов, ну, как пользователь. Текущий номер? Да, знаете, как лояльному пользователю очень хочется пообещать. То есть, текущий номер я готов, как бы, да, посмотреть, как сейчас, то есть, у меня есть приложение, я его смотрю, но я также готов уже платить, то есть, не бесплатно, за, ну, базы данных, чтобы что-то посмотреть, там, выяснить. Вы знаете, это исчезающий редкий интерес. Мы были бы очень рады учесть все интересы, но, к сожалению, ну, когда-то в КП Медиа был опыт с продажей подписки «Киевпост». Газета, которая издавалась здесь, и дистрибьюция была, в том числе, например, в Штаты, в Канаду, как бы, в «Олдвайт». Местные тиражи по тогдашним меркам были огромные, 25 тысяч экземпляров, там, и больше. Вы удивитесь, я назову вам число подписчиков, это уже, ну, как бы, инсайдерская информация, но за давностью лет, бог с ним, 300 человек. 300 человек – подписчики PDF-версии, стоила она копейки. Вот это те люди, которые искали что-то в архиве. Более того, половина из этих подписчиков команде поддержки присылала вопросы. Я помню, была статья какого-то журналиста, имя примерно такое-то, за предыдущий год, там, найдите мне ее, пожалуйста, я сам не могу найти. Вот. Уточняют, в каком году это было, спрашиваю. Это, если не ошибаюсь, четвертый или пятый год. Вот, две тысячи. А можно уже как-то общаться, да? Михаил Захарко, я ваш коллега из издательского дома «Галевские контракты». Вот я просто в продолжении этого разговора, насколько я понимаю, надо различать, вы говорите о подписке на издание, а задавший вопрос говорит о покупке контента одного материала. Немножко разные вещи? У нас пока нет понимания, как мы можем продавать материал массово, и за счет этого что-то монетизировать. Но ограниченный доступ и дальнейшая продажа за деньги. Да, но мы думали, например, я не упоминал этого в презентации, вообще о PDF-листалках. Можно сделать PDF-листалки. Есть даже целые компании, там, издай, издай24, это не реклама, которые занимаются подобным сервисом. Они могут за маленькие деньги сделать красивую PDF-листалку. У них даже есть свой там а-ля App Store, киоск. Для этого пользователя должен быть постоянный доступ к интернету. Да, но проблема-то в том, что вот эти все PDF-ки, сканы, они появляются на торрентах по корреспонденту на второй день, иногда на первый. Мы не видели особого смысла, а продавать материал корреспондент.нет – это фактаж. Это, скажем там, пересечение самого журнала и корнета процентов 10, если говорить о материалах. Они друг друга подпирают. В журнале используются голосовалки, в сайте используются более фундаментальные статьи, редакторы пишут блоги, все замечательно. Но очень маленькое пересечение, а продавать старый трехлетней давности фактаж, ну, наверное, это очень специфическая какая-то область, она довольно маленькая. Окей, ну это была ремарка. А вопрос такой, я, к сожалению, пропустил начало доклада, попал уже где-то на середину. И у меня вопрос, вы же следите за конкурентами, меня интересует автоцентр, да? Они что-то знают, да? Когда они уже три продукта выложили в App Store и постоянно несут расходы для Apple и для Adobe. Наверное, знают, у них есть PDF-листалка. У них не PDF-листалка, у них нормальные приложения. Они уже знают что-то интересное, да? Ну, я, к сожалению, не пользователь Apple. Я думал, что вы говорите о журнале. Нет, я говорю о приложениях для App Store. Регулярно тратятся деньги. Скажем так, мы с ними не конкурируем. Их приложения, наверное, где-то, по-моему, у меня... Не, Паша, речь о том, что они под iPad выпускают журнал. Они регулярно делают издания. Раньше это было еженедельно, а теперь это стало раз в две недели. Понятно почему. Тем не менее, расходы несутся. И вот все эти ваши 30 тысяч долларов, они уже пройдены, и пройдены еще больше. То есть платить каждый раз Adobe приходится. Ну, это, наверное, вопрос к автоцентру все-таки. Наверное, да. Я не настолько глубоко знаю их. Издательский дом автоцентр, Юрий Негрей. Автоцентр действительно для своих изданий, то есть то, о чем говорил Павел, это скорее версии сайта, корреспондент.нет, для мобильных устройств. Автоцентр пошел в сторону для своих журнальных продуктов, да, и для еженедельников, в сторону создания именно PDF, так называемых, как вы говорите, PDF-версий, они не совсем PDF. То есть это то, первоначально, о чем вы говорили. То есть существуют у Adobe продукты, которые позволяют одновременно с созданием журнала создавать интерактивный журнал для мобильных устройств. Ну, как бы в этой области мы достаточно далеко продвинулись, и окупаемость продуктов очень быстрая. Могу сказать так. А вот очень быстро это не исчисляется годами, это исчисляется месяцами. То есть это продажа, по сути дела, медийной рекламы отдельно в версии для мобильных устройств. По автобазару это другая история, там как бы приложением является именно сайт. Это приложение для сайта. А если не секрет, журнал, сколько людей скачивает? Ой, ну, за раз. Я могу ошибиться, я не занимаюсь конкретно журналом «Автоцентр», я занимаюсь автобазаром, но, по-моему, больше двух тысяч каждый номер точно скачивают. Но тут важно не столько то, что вы говорили, это премиум-аудитория. То есть рекламодатель готов платить за такое количество размещенной рекламы в наших приложениях. Для нас это главное. Спасибо. Есть ли еще вопросы к Павлу? Евгений, у меня вопрос очень простой. Вы упоминали реструктуризацию. Скажите, пожалуйста, какие цели были поставлены руководством при реструктуризации, какие у вас ожидания и какие первые плоды? Давайте по теме доклада вопрос. Не-не, ну, тема структура компании ОМХ, это чуть не тема, мне кажется. Он, может, потом расскажет. Я готов рассказать. Да, он потом расскажет, но... Вопросы еще есть? Окей, спасибо большое. Давайте поаплодируем докладчику. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин